Беседы святителя Иоанна Златоустова. Слово на Новый год. Новый год, когда людьми всем желают счастья, самое главное, здоровья, здоровья, здоровья. Все желают друг другу. Ну и благополучия. И крайне безумно, говорит святитель, по одному счастливому дню ожидать того же на весь год. И не только от безумия, но от дьявольского влияния происходит та мысль, будто в делах вашей жизни надо наполагаться не на собственную ревность и деятельность, а на дневные образования времени. Счастливым для тебя будет год во всем не тогда, как ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу. Кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, тот и в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным. По роковому свойству дня, равно и в счастливый день не займется теми делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит ему. По хорошему свойству самого дня. И таким образом он и в том и в другом случае будет терять свое спасение. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – тишину. Вино причиняет шум, а слово прекращает смятение. Вино помрачает ум, а слово просвещает и помраченный. Вино вселяет скорби, которых не было, а слово отгоняет и те, которые были. Ничто обыкновенно так не ведет к спокойствию и радости, как правило, любомудрия презирать настоящее, стремиться к будущему, не считать ничего человеческого постоянным, ни богатства, ни власть, ни почести, ни покровительства. Если ты научился так мудрствовать, то не будет терзать тебя зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, не унизишься от бедности, и таким образом будешь в состоянии постоянно праздновать. Христианину свойственно праздновать не в известные месяцы, не в первый день месяца, не в воскресные дни, но всю жизнь провождать в приличном ему праздновании. Какое же приличное ему празднование? Об этом послушаем Павла, который говорит. «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины». Первое постание Корнифянам, пятая глава. Итак, если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев, то поступай так по окончанию года, возблагодари Владыку, что он сохранил тебя до этого предела годов, сокрушись своим сердцем, исчисляя время твоей жизни, и скажи сам себе, дни бегут и проходят, годы оканчиваются, много пути нашего мы уже совершили, а что мы сделали доброго? Неужели пойдем отсюда без всего и без всякой добродетели? Суд при дверях, остальная жизнь склонится к старости. Так любомудрствую при начале новых месяцев это приводи на память при годовых кругообращениях. «Станем помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о нас того же, что сказал пророк об иудеях. Исчезли дни их в суете и лета их в смятении». 77-й псалом. Такой праздник, о каком я сказал, постоянный, неожидающий круговращения годов, неограничивающийся известными днями, может рано праздновать и богатый, и бедный, потому что здесь не деньги нужны, не богатство, а одно – добродетель. Нет у тебя денег, но есть страх Божий, сокровище лучше всяких богатств, которые не повреждаются, не изменяются и не истощаются. Посмотри на небо и на небеса небес, на землю, море, воздух, разнородных животных, разнообразные растения, на всю человеческую природу. Помысли об ангелах, архангелах, высших сил, вспомни, что все это богатство твоего владыки. Быть не может, чтобы слуга столь богатого владыки был беден, если Господь его милостив к нему наблюдать, не сообразно с христианским любомудрением. Но это дело языческого заблуждения. Ты, приписан к Вышнему Граду, принят в тамошнее гражданство, вступил в общество ангелов, где нет света, переходящего во тьму, не дня, оканчивающего ночью, но всегда день, всегда свет. Туда будем стремиться непрестанно. Ищите горнего, говорит апостол, где Христос сидит, одесную Бога. Аминь. Колосиным, 5, 3 глава. Аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!